Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. В эфире Вектор ТВ. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Альтернатива». В студии работает Капитолина Тенкевич. Здравствуйте. В Новополоцке подвели итоги месячника по наведению порядка на земле. К большой компании подключились городская администрация, все субъекты хозяйствования города, молодежь и просто неравнодушные к красоте родного края жителей. За это время город стал заметно чище и краше. Куда направились силы и что из этого получилось, расскажем прямо сейчас. 20 марта в Новополоцке стартовала масштабная трудовая акция. Месячник по наведению порядка на земле и благоустройству городских территорий. Старт работам положил общегородской субботник, состоявшийся 23 марта. Благодаря той инициативе нашей главы государства, когда объявлен год малой Родины, мы должны очень серьезно к этому отнестись. И радуюсь, что откликнулись очень многие наши предприятия. Просто люди принимают участие активно в этой работе. Как любой хозяин наводит порядок в доме после ухода зимы, также в этот день представители администрации города и специалисты городского исполкома благоустраивали территории, прилегающие к главному спортивному объекту Новополоцка – Ледовому дворцу «Химику». Мы занимаемся развозкой грунта, разбивкой газона. Скажем так, погода сегодня способствует, хорошее настроение у людей, поэтому я думаю, что каждый человек, который пришел на субботник, просто от души потрудится и себе в удовольствие. Тогда же общегородской субботник был отмечен памятным событием – высадкой молодых каштанов. В Новополоцке появилась аллея семьи. Участие в ее посадке приняли многодетные семьи, молодежь. Своё дерево посадил и помощник президента, инспектора по Витебской области Виталий Вовк. Каждый человек должен как минимум посадить одно дерево. Сегодня высаживаем деревья, которые позволят, чтобы воздух в Новополоцке был чище, чтобы людям жилось комфортнее. Поэтому каштаны – это те деревья, которые, кстати, позволяют наиболее эффективно чистить воздух. Поэтому это легкие города. В результате проведения общегородского субботника удалось собрать 80 тысяч рублей. Собранные денежные средства направят на финансирование значимых для города объектов. Городской субботник у нас направлен на то, чтобы благоустроить прибрежную территорию нашей реки Западная Двина. В районе городского парка также мы строим духовно-просветительский центр и центр безопасности. Общее дело по благоустройству Новополоцка регулярно поддерживают все городские субъекты хозяйствования, коммунальные предприятия, общественные организации, а также трудовая и учащаяся молодежь Новополоцка. Работа ведется целенаправленно. Составлены планы, графики. Еженедельно с коммунальными предприятиями, а также дополнительно приглашаем иных субъектов хозяйствования, обсуждаем их планы на текущий день и отслеживаем, как это все выполняется. У нас уже и сплошное асфальтирование, и обордюривание идет, и окрашенные опоры, подрезка кустарников, деревьев проведена, сгребание мусора, прибордюрная полоса убирается, произведена разметка улиц и дорог, дворовые территории уже начали приводить в порядок, малые архитектурные формы. Особое внимание в эту трудовую кампанию городским дорогам. В нынешнем году наиболее проблемные городские участки было решено отремонтировать капитально. В основном в районах с интенсивным движением дорожное полотно здесь изрядно износилось, поэтому ямочный ремонт производить нецелесообразно. Мы производим работу по снятию отслужившего срок дорожного покрытия по улице Якуба Колоса. Планируем снять около 5000 квадратных метров, ну, с последующей укладкой нового покрытия. Также мы производим работу на остановочном пункте Калинина. Мы заменили 55 метров бордюрного камня и делаем благоустройство, то есть замену существующей тротуарной разрушенной плитки на новую. По улице Блохина у нас производится работа по замене бордюрного камня. Также съезды к старому корпусу ПГУ мы будем устраивать, тоже будем менять бордюрный камень. Наводим порядок, значит, мы делаем дорожную разметку по улице Молодежной, Кирова, Юбилейной. Там же, где можно справиться легкой артиллерией, специалисты производят ямочный ремонт. Здесь работает установка «Тайфун». Приведением же в порядок дворовых территорий, в том числе дорог и проездов, занимаются специалисты Новополоцкой жилищно-ремонтной эксплуатационной организации. Говорить о сплошном асфальтировании дворовых территорий пока не приходится, благоустройство лишь точечное, а вот малые архитектурные формы и детское игровое оборудование обновятся. На эти цели мы предусмотрели на асфальтирование порядка 340 тысяч. И здесь мы затрагиваем 91 дворовую территорию, в городе их 378, ну, значительную часть. Если брать по малым архитектурным формам детского игрового оборудования, здесь сумма порядка 160 тысяч. Здесь у нас немножко меньше охват, но все равно мы стараемся комплексно подходить к этому вопросу. Поэтому во многих дворах и территориях будет проходить полная замена, ну, тех же скамеек, там урн, установка детского игрового оборудования, ну, в некоторых частичная замена. Поэтому здесь мы, конечно, держим на контроле этот вопрос и будем держать в дальнейшем. Финальным аккордом месячника по наведению порядка стал республиканский субботник, прошедший по всей стране 20 апреля. В благоустройстве своей малой родины приняла участие и глава администрации президента Наталья Качанова. На Кургане бессмертия в Полоцке вместе с ветеранами и кадетами Наталья Качанова высаживала памятную аллею из 108 деревьев. Ровно столько ветеранов Великой Отечественной войны сегодня проживает в Полоцком районе. Участие в субботнике – это уже стало такой нашей доброй традицией. Когда мы приходим поработать и физически, но вместе с тем получить удовольствие от общения с тем, с кем ты рядом работаешь. Мне, например, очень сегодня приятно было работать здесь с ветеранами. Замечательные люди, которым уже очень много лет прошли войну, восстановили нашу страну после войны, тяжелого этого лихолетия. А сегодня они вместе с нами высаживали деревья. Великолепно. Но самое важное, что сегодня вместе с ними и кадеты, ребята, которые молодые, молодежь наша, которые перенимают вот этот опыт доброго отношения к своей стране. И эти славные традиции наши в субботник быть вместе для того, чтобы нести свою частичку в обустройство благоустройства нашей родной страны. В Новополоцке за время республиканского субботника удалось собрать более 100 тысяч рублей. Все денежные средства будут перечислены в Витебский областполком. 50% из них направят на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону. Остальную часть средств переведут в Минскому городсполкому на модернизацию памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В нынешнем году акцент на озеленение клумбы, аллеи, парки. В Новополоцке высадили несколько сотен молодых саженцев. Сегодня зеленая зона составляет почти треть городских территорий. Поддержка чистоты в которых – одна из главных задач большой компании по благоустройству города. В Новополоцке работы по благоустройству городских территорий ведутся круглогодично. Практика такова. За определенными территориями закрепляются городские субъекты хозяйствования. Сегодня их в городе 683. Все они несут ответственность за порядок и чистоту вверенных им территорий. Решением исполкома и совета депутатов закреплена дополнительная в городе территория. Это и лесные массивы, и также наш городской парк. Кроме того, территория промышленной зоны. Территория у них различного формата. У кого-то и лесной массив, и прилегающая, и промышленная зона. Это мы говорим о крупных предприятиях. Более мелкие, конечно, у них поменьше территория. Площадь городских территорий Новополоцка сегодня составляет почти 5000 гектар. Из них одну треть занимают зеленые насаждения. За последние десятилетия их площадь значительно увеличилась, но далеко не все, посещая лесопарковую зону, относятся к природе с заботой. Горы мусора здесь, к сожалению, явление нередкое. Поэтому во время весенней трудовой акции здесь свои силы сосредоточили активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Основными задачами ее является благоустройство, наведение порядка, уборка мусора в лесных массивах и в лесопарковой территории. И по традиции мы всегда начинаем в конце марта эту работу. Мы видим, что сошел снег, кроме того, установилась плюсовая температура, и, к сожалению, есть мусор. Мы пришли убрать лес, сделать лес чище в акции за чистый лес. С нашей школы только два приседателя, поэтому мы достаточно убрали много. Мы нашли очень хорошее местечко, где нашли очень много мусора. И планируем еще дособирать весь пакет. Цель трудовых акций в Новополоцке – не только уборка лесов и лесопарковых зон. Сегодня для окружающей среды большое значение играет ее возобновление. Поэтому высадка зеленых насаждений в приоритете этой работы. Студенты Полоцкого госуниверситета к республиканской акции «Неделя леса» подключились активно. Около моста через западную двину они заложили целую аллею. Здесь будет высажено около 400 деревьев ореха манжурского, каштана конского. Посадки будут групповые. Посадочный материал где-то возраст 4-5 лет. Такие где-то около метра, около 80 сантиметров саженцы. Закладка аллеи органично вписалась и в план мероприятий по озеленению Новополоцка. В 2018 году в нашем городе было высажено порядка 300 тысяч цветов, почти 2 тысячи кустарников, более полутора тысячи деревьев. Работы по озеленению продолжаются и в году нынешнем. Было высажено более сотни каштанов на перекрестке улиц Блохина и Ктаторова. Планируем высадить более тысячи саженцев деревьев. Основные это наши улицы Якуба Колоса. Мы будем посадить на улице молодежные, а также все места, которые еще остались у нас не озеленены. Призываем всех граждан на своих дворовых территориях также принять участие и посадить по одному, два, три дерева. Такой призыв вполне оправданный. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси подсчитали, что если каждый житель из года в год будет сажать хотя бы по одному дереву в своем населенном пункте, то ежегодно в городах и селах страны будет становиться на 9 миллионов деревьев больше. И если сегодня на закрепленных за субъектами хозяйствования территориями наводится порядок, и эти места облагораживаются, то есть новополоцкие районы, не относящиеся к городской черте. В их числе всем известное озеро Люхова. Как же здесь налажена работа по благоустройству? Эта территория действительно не новополоцкого района. Но так как наши граждане активно там отдыхают, то периодически мы проводим, скажем так, мероприятия по наведению порядка. То есть туда посылаем или молодежь, или совет депутатов наш принимает во время субботников, месяцев по наведению порядка, там наводят чистоту. В семье Симашка твердо уверена, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Супруги, сами тогда еще об этом не догадываясь, стали лесными волонтерами. Все начиналось банально, молодая пара решила с пользой провести время прогуляться на природе, а заодно и поубирать мусор. В итоге все закончилось волонтерской добровольческой акцией. Предложил друзьям, они говорят, может быть еще кого соберем. Ну, в итоге я выложил вконтакте пост о том, что собирайтесь это, собирайтесь, пойдем убирать мусор. 11-12 человек собралось, правда, как бы ожидал я, что больше будет, потому что было много просмотров, много лайков, комментариев и желающих, но собралось где-то так, небольшое количество. Чтобы определиться с зоной, которую будут убирать, ребята заблаговременно исследовали городские территории, но здесь работы не нашлось. На помощь волонтерам пришли велосипедисты, именно они и показали лес в районе Новополоцкого автовокзала. Этот лес ведет к озеру, здесь гуляют люди с детьми, с собаками, и оказалось, да, здесь очень грязно. Много мусора собрали? Много грязи вынесли из леса? Ой, очень много. У нас было 50 мешков больших, 40-литровых, и считай, все их мы наполнили. Что-то поместилось в баки железные, что-то не поместилось, мы оставляли рядом, потому что просто мусор не помещался. По-хорошему, здесь еще надо убираться. Да, здесь работы на неделю стабильно хватит, то есть любой желающий еще может прийти и спокойно убирать. И хоть это только начало, но самое главное, что оно положено. В беседе супруги признаются, что останавливаться не собираются, будут и дальше приводить в порядок местные территории. Говорят, сегодня это под силу абсолютно каждому горожанину. Городская набережная – мечта многих жителей. Вот уже на протяжении нескольких лет одним из волнующих новополочан вопросов остается благоустройство берега реки Западной Двины. Будут ли какие-то подвижки в этом направлении и как преобразится эта территория к летнему сезону? Об этом мы поговорили с заместителем председателя горосполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Шакелем Альбертом Альбертовичем. Альберт Альбертович, берег Западной Двины сегодня излюбленное место многих новополочан. Скажите, пожалуйста, что ожидается здесь по благоустройству? Будут ли какие-то работы проведены? Как будет благоустроено это место? Ну, естественная мечта новополочан и всех, наверное, это получить городскую набережную. Но по финансам это в ближайшей перспективе, наверное, невозможно. Но навести минимальный необходимый порядок, чтобы было, по всякому случаю, приятно здесь гулять, это делается и будет делаться. Ну, вы видите, по парку это вообще как бы последние годы мы занялись и дальше это будет. Ну, а по текущим в этом году все, что возможно, уже поваленные, гниющие, это все убрали от моста вот до территории, до этого места парка. Ну, расчищена вот здесь территория. Ну, и предполагаем в этом году, наверное, уже там до, ну, всяк случай, до осени такую, ну, импровизированную набережную устроить, чтобы здесь было, ну, как бы спланировать это все. Какое-то твердое покрытие из плиты, я не знаю, там, вдоль реки сделать спуск, оборудовать каким-то образом, либо деревянная лесенка, либо там что-то с железобетоном будет связано. То есть, это вот именно в этой зоне. И вот эта прогулочная тропинка вдоль реки, да, вот опять же, ну, это уже силами предприятий, наверное, перец закрепим, более мелкими участками, для того, чтобы большее количество трудовых коллективов смогло поучаствовать, потому что, ну, здесь не столь там материальные затраты минимальные, нужны людские, как бы, трудозатраты, людские ресурсы, которые должны привести в порядок, чтобы можно было пройти, присесть, кто может, потому что народа, конечно, людей здесь очень много гуляет. Это действительно место очень такое популярное. Благоустраивать берег реки Западной Двины в этом году будут не только в центральной части Новополоцка. В 2018 году с коллективным обращением в Новополоцкий городсполком обратили жители 9-го микрорайона города. Горожане выступили с просьбой об устройство пляжа в новом микрорайоне. Подписи под обращением тогда поставило 300 человек. По городской администрации на обращение отреагировали. Уже осенью там велись работы по расчистке территории. И уже до начала, ну, летнего сезона, скажем, где-то до июня месяца, минимально все-таки обустройство этой зоны отдыха у воды будет оборудовано. Что касается пляжа, там нереально его на сегодня устроить. Было обследовано водолазами дно, значит, там очень много камней. Ну, небезопасное место и спуск. Берег глиняный, очень, ну, в мокрую погоду дождливо, очень скользко, травма опасная. Ну, спуск-то еще возможно оборудовать, но пляж по территории – это очень трудозатратно. И на сегодня там будет просто запрещено купание. Благоустройство ожидает и вот этот участок земли в парке. По проекту здесь должен расположиться второй пусковой комплекс проекта «Город в миниатюре». Смотровая площадка со всеми удобствами для горожан. Дорожки, это плиточное покрытие, скамейки, ну, что-то такое, чтобы можно было выйти, полюбоваться. Так как бы вода притягивает сюда. К сожалению, в этом году к реализации задуманного приступить не удастся. Запланированные работы требуют немалых финансовых вложений, которых в городском бюджете пока нет. Тем не менее, возможное благоустройство берега проведут, и новополочане смогут с удовольствием проводить здесь семейные вечера. Сегодня на берегу Двины на площадях чуть более 23 гектара расположилось еще одно излюбленное место многих жителей Новополоцка – городской парк культуры и отдыха. Чуть более недели остается до официального открытия летнего сезона уже 1 мая. Все желающие смогут прокатиться на обновленных аттракционах, прогуляться по аллеям парка и получить массу приятных впечатлений. Мы узнали, как благоустраивали парк к новому сезону. Сейчас расскажем. В летний период излюбленным местом многих новополочан становится городской парк культуры и отдыха. Подготовку к новому сезону здесь начали заблаговременно. Работы по наведению порядка в этом году совпали с трудовыми городскими мероприятиями. Как только сошел снег, мы сразу приступили к благоустройству, потому что после зимы, конечно, очень много работы, которую необходимо сделать для того, чтобы 1 мая люди бы пришли в парк и получили бы массу удовольствий от прогулок здесь, от наших аттракционов, от наших услуг, которые мы будем представлять. Фронт работ серьезный. За месяц привести в порядок необходимо более 23 гектар собственных территорий. Была убрана листва прошлогодняя со всех зеленых насаждений парка. Мы сделали танцплощадку, то есть мы покрасили ее сцену, покрасили забор, покрасили входную группу, проверили электричество, подготовили полностью для того, чтобы она уже была готова принять новое мероприятие. Остальная работа, которая у нас происходит, она ежегодная. Мы ее делаем из года в год в рамках подготовки к открытию 1 мая. Красим бордюры, подготовили малые архитектурные формы, скамейки, урны, цветочницы для того, чтобы это все у нас было в хорошем состоянии. Во время кампании по благоустройству полной реконструкции подверглась и касса. Обновили стены, поставили новые окна, заменили крышу. Теперь здесь могут разместиться одновременно трое кассиров. А значит, появилась возможность обслуживать большее количество посетителей. В прошлом году в городском парке было продано 72 тысячи билетов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи увеличились на 20%. Особый упор на подготовку детских аттракционов. Безопасность детей в приоритете работы сотрудников городского парка. От нас уехали представители Треста промноладка, которые занимались проверкой аттракционов и дают заключение по их пригодности. Все аттракционы прошли. В аттракционах были проверены все металлические конструкции, были проверены все основные узлы, механизмы, были проведены испытания. Сегодня в Новополоцком парке культуры и отдыха функционируют 10 аттракционов. В этом году закупили новый. Вся конструкция пилотажа весит более полуторы тонн и состоит из четырех самолетиков. Он считается детским, но нагрузку, которая способен выдержать этот стрелан, который находится в самолете, составляет 120 килограмм. То есть мы не видим ничего такого, если этими аттракционами будут пользоваться и взрослые, и подростки, и дети, и с семьей сядут втроем. Возможности, технические возможности аттракционы это позволяют. Сегодня на территории парка найти развлечение себе могут все, от мала до велика. Здесь для малышей возвели город в миниатюре. Для спортсменов и горожан, ведущих здоровый образ жизни, в парке имеется тренажерная площадка под открытым небом. Тир, бильярд, аттракционы и просторные асфальтированные дорожки. А чтобы отдых горожан не был омрачен неприятными сюрпризами, в прошлом году в парке была установлена система видеонаблюдения. На территории установили четыре видеокамеры, поэтому практически все аллеи находятся под наблюдением. Городской месячник завершился, но это вовсе не означает, что работы по благоустройству Новополоцка прекратились. Впереди высадка клуб и подготовка фонтанов к летнему сезону. Кроме коммунальных служб города, внести лепту в преображение родного города может и в силах каждый. Посадить в кустарник цветок в своем дворе не так уж и сложно. И главное – научиться беречь и ценить то, что есть. До сегодня все. Если вы что-то пропустили, программы «Вектор ТВ» можно просмотреть на официальном сайте Новополоцка. Больше интересно в наших группах и в социальных сетях, и на ютуб-канале телерадио компании «Вектор». Спасибо за внимание. До новой встречи через неделю. Новосибирск 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 Продолжение следует... Для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.